Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в регионе за минувшие сутки. Уставший водитель устроил массовое ДТП на Ямальской трассе. Инцидент произошел на автодороге Сургут-Салехарта около 4 часов утра 23 июня. Водитель «Шевроле Нивы» ехал из Пурпе в Новый Уренгой. По предварительной информации, мужчина изрядно устал. На месте дорожных работ он догнал впереди идущие Митсубиси. От удара иномарку отбросило на Тойоту Камри, стоящую на светофоре. Как сообщили в окружной госавтоинспекции, после ДТП водителю Нивы потребовалась помощь медиков. Ее оказали на месте. Остальные участники аварии не пострадали. Пожар с пострадавшей в жилом доме в Лабытнанге мог произойти по вине детей. В региональном управлении МЧС рассказали о возможной причине возгорания в деревяшке. В настоящее время рассматривается несколько версий, и одна из возможных – это детская шалость с огнем. Сейчас по данному факту проводится проверка. ЧП, напомню, случилось во вторник, 22 июня. В результате пожара пострадала одна из жительниц дома. С признаками отравления угарным газом ее доставили в горбольницу. Лабытнанге предстанет перед судом пенсионер, убивший сожительницу стеклянной бутылкой. Инцидент произошел в конце апреля в одном из жилых домов. По данным следствия, трагедии предшествовала ссора. 60-летний мужчина поскандалил с 38-летней сожительницей и ударил ее по голове бутылкой. Женщина скончалась. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Известно, что обвиняемый уже ранее был судим. Житель Ноябрьска стал жертвой мошенников. Он пытался приобрести билеты на поезд и в результате лишился 22 тысяч рублей. Мужчина хотел купить проездной билет в интернете. Нашел там подходящий вариант. Вел данные своей банковской карты, в том числе защитный код. На телефон пришло уведомление, что платеж не прошел. Решив, что это сбой, мужчина снова произвел оплату. В результате чего деньги списали повторно. В общей сложности более 22 тысяч рублей. До настоящего времени билет не получен. Деньги не возвращены. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.